Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутен Палт, а сегодня мы с вами рассмотрим крупное обновление на замечательную игру Вальхейм. Называется оно Херчхон, в переводе домашний очаг. А что у меня вызвало, какие впечатления это дополнение новое, точнее не дополнение, а обновление. У меня был большой вопрос в плане восстановления хп и выносливости, потому что еда почему-то стала восстанавливать мало хп, а выносливость вообще как будто не было. То есть выносливости стало намного меньше, чем в старых версиях, и мне это почему-то показалось странным, то что вот у меня даже когда я лук натягивал, быстро тратилось стамины, и я не успевал выстреливать. Мне это вообще не понравилось. Но сегодня, вот 17 сентября, разработчики ввели фикс, который перевел новые, так сказать, сноеведения, вот эти надписи во время сна, и, так сказать, пофиксил выносливость и хпшку. Но это вот мы сегодня как раз таки проверим в процессе рассмотрения данного обновления. Ну а сейчас вы можете увидеть на своих экранах список фикса, который ввели сегодня разработчики. Ну что ж, что могу сказать. Вот я сейчас голодный, 25 хп у меня, вот хочу закусить сосисками и морожкой. Больше у меня просто тут ничего нет. У меня пишет, 15 минут осталось до исчезновения морожки, 25 минут до исчезновения колбаски. Хпшка у меня, соответственно, сейчас должна набраться, наверное, 70 будет хпшки, может 80. Смотрите, как выглядит теперь стамина. Стамина выглядит вот таким маленьким аккуратным окошечком, но хочу вас уверить, что почему-то до этого это окошко реально было слишком маленькое, и я удивлялся, почему я так быстро устаю бегать, типа, что за фигня, такого уж раньше не было, вот чего я удивлялся. Едем дальше. Что я заметил в данном обновлении? В данном обновлении есть прикольные функции. Теперь вот у меня там бокоящеры, их можно, кстати, теперь разводить, хочу вам сказать. Это же самое важное, потому что вы до этого, скорее всего, скачивали моды на Вальхим, чтобы можно было разводить. Теперь можно разводить их официально. Причем, если вы нажмете Shift и E, вы сможете переименовать своего питомца. Вот теперь вот у меня вот этого бокоящера зовут Пушок, и мне это очень сильно нравится. То, что я теперь могу своих же питомцев назвать, как мне нравится. Еще мне нравится анимацию. Мне кажется, бокоящерам улучшили анимацию, она теперь выглядит, как у бокоящера-торговца, потому что до этого бокоящеры, ну, так классно пастью вроде не сживали. И, может быть, я придираюсь, может быть, они до этого тоже так делали, но я почему-то до этого не замечал. Сейчас вот у них вот такая вот прикольная анимация. Едем дальше. Что у нас в плане построек? А вот каменная печь, я не знаю, может быть, она и до этого была, скорее всего, она до этого была. Но это не точно. Она у меня почему-то открылась недавно. Теперь, насчет котелка. В котелке вы не сможете приготовить, к примеру, колбаску, пока у вас котел первого уровня. Теперь у вас появилась прокачка котла. У вас будет целая кухня. Теперь вам надо делать сушилку для трав. Вам надо делать миститский стол. Вам надо делать кухонную утварь. И таким образом прокачивать котелок, чтобы вы могли больше готовить. Получается, соответственно, если у нас теперь можно прокачивать котелок, получается, конечно же, в этом нововведении добавлена новая кухня. То есть, теперь мы можем, соответственно, делать... Точнее, готовить новые блюда. И это классно. Больше всего это мне нравится. Вы, наверное, заметили, может нет. Вот я сейчас играю, смотрите, как у меня все плавно стало. Раньше у меня прям так плавно с моими настройками не было. А это говорит о том, что разработчики немножко изменили графику, сделали ее лучше и даже оптимизирование. Поэтому это тоже главный плюс этого обновления херчком. Я не знаю, что там БК ящеры делают, какой-то фигней занимаются. Если честно, анимация у него так прикольно забагалась там. Кстати, я заметил, БК ящеры теперь дерутся с комарами, дерутся с фулингами. То есть, теперь от них есть польза. В основном от ваших домашних БК ящеров. На диких я пока не проверял. Вот видел своих. Что еще хочется сказать? Нашлось применение кристаллом. Теперь можно из кристаллов делать кристальную стену. Но эта кристальная стена, это совершенно не та стена, о которой вы думаете. Вот смотрите. Сейчас вам покажу. Кристальная стена это одно из нововведений, которое поможет вам сделать окно. Вот это вот у меня тут стоит 8 кристальных стен. И это у меня считается окном. Я могу так смотреть. Также добавили вот такие окошки, деревянные створки. Их можно открывать, как в деревне, и из них смотреть. Но это более такой вариант для новичка, у которого еще нет кристаллов, у которого еще нет. И он не может делать вот такие стекла. Альтернатива, так сказать. Хотя, кто как угодно может это применять, это прикольно. Вот сейчас вот я слышал фулинга. Надо будет одну штуку вам показать. Вот еще смотрите. Большой костер или большой камин, я не помню как называется, у него изменилась текстурка. Она теперь вот такая вот прикольная каменная, и она мне больше нравится. Также нельзя теперь пожарить мясо быка ящера вот на этих старых стойках. Теперь вам надо делать специально вот такую вот здоровую стойку, и только на ней вы сможете жарить мясо быка ящера. То есть вам теперь надо костер тоже прокачивать, получается, если вы хотите что-то получше жарить. Этого у меня пока, соответственно, нет, но скоро планирую поставить. Это я вас просто предупредил. Я дико удивился, то что теперь, оказывается, даже так оно работает. Вот сейчас комара летит, давайте его убьем. Ай-яй-яй, он меня ужалил. Вот видите, у меня вот сейчас вот такой значок щита появился. Вот смотрите, опа. Это значит то, что наш щит может отражать этот урон. То есть это максимальный урон отражения нашего щита, так показывается. Если эта шкала зайдет до предела, то мы не отразим нормальный урон и, скорее всего, не отпарируем удар. Этому я могу вот такое объяснение дать. Едем дальше. Мусоросжигатель. Добавили новый материал, называется громовой камень. Забыл сказать, вот этот вот громовой камень, из которого крафтится у нас мусоросжигатель. Его можно купить за 50 золотых монет у торговца, поэтому не забудьте сплавать к своему торговцу. И, как вы поняли уже, наверное, он нужен для крафта мусоросжигателя. Из названия понятно, что мусоросжигатель будет сжигать мусор. То есть будет удар молнии такой с неба, и ваш мусор будет сжигаться. Больше вам не придется рыть здоровую яму, в которую вы будете скидывать весь свой мусор. Хотя я не знаю, что тут можно назвать мусором. Потому что, казалось бы, вроде все нужно. Так, кто на меня напал? Какая тварь. У козел. У это целая банда, вы чё? Еба! Короче, пацаны, мне надо посражаться. Бля, лишь бы по жопе не дали. Ну-ка, давай. Один. Ай, сука. Банда это жестко, это в мои планы не входило Вы, кстати, можете сейчас наблюдать, как тратится стамина теперь Но это при том, что я сейчас без мяса БК ящера не пожарил Ну и вы понимаете, почему я не пожарил Потому что у меня еще не улучшен костер, как оказалось А вот до фикса сегодняшнего, 17-го числа, стамины было вот еще меньше, чем сейчас нарисовано от закуски То есть рисовал, вот вон колбаска прибавляет 55 хп Такого, кстати, раньше не рисовала И 20 стамины И вот эти 20 стамины, ну вот тут вот как-то вообще ни о чем выглядели Ну, не знаю, понимаете вы или нет Если вы зашли на обновление тоже 16-го числа Вы, наверное, заметили, что какого-то фига Ваш персонаж стал довольно старым и уже почти ничего не может сделать Даже из лука нормально пострелять Ладно, едем дальше Что бы еще хотелось показать Вот есть у нас новое улучшение для Новое улучшение для верстака Полка для инструментов появилась Точнее, это, скорее всего, не верстак улучшения А, скорее всего, улучшение для кузницы У меня почему-то такое ощущение странно, что написано На верстак улучшение, это я тоже позже проверю Просто вам показываю, что нового, что вы можете прокачать А также Из этих кристаллов, из которых вы теперь можете делать окна Появилось новое оружие Называется кристальный топор Ну, может быть, еще какое-то оружие появилось Но в основном я заметил только кристальный топор Он наносит, вот в отличие от моего серебряного меча По-моему 60 рассекающий он наносит И тратит выносливость 20, по-моему Ну, короче, я не знаю Привык с мечом бегать Поэтому я этот топор себе не крафтил Появились решетчатые полы Решетчатая стена Решетчатая стена 2 Короче, появилось больше у нас вариантов с решетками Чтоб мы делали свою, так сказать, сокровищницу И, так сказать, изюминка на торте Ради которой Был вот это обновление Домашний очаг Это то, что у нас теперь есть топки монет У нас есть столк артографа На котором мы можем отмечать свои координаты У нас есть Стопка качественной древесины Есть теперь стопка Цельной древесины И самое главное У меня, правда, пока этих крафтов не открыто Потому что я просто не смог Физически это сделать Теперь появляются в мире Ну, именно на местности равнины Озера Смоляные озера В них надо добывать смолу И только тогда ты откроешь Новую постройку Называется Darkwood В переводе темное дерево Но эти озера Охраняются смоляными монстрами Которые очень сильно тебя дамажат Вот сейчас вот у меня осталась одна Минута действия массы костей И мне это не сильно нравится Поэтому сейчас вот когда настанет утро Мы вернемся к этому моменту И я дойду до того озера И попытаюсь из того озера Что-то вытащить Если у меня, конечно же, получится Поэтому не переключайтесь Вот это на меня сейчас волна Напала Вас-то и не хватало, братаны Давайте подеремся с ними Бля По нему еще хер попадешь Так, один сдох Ебать Ебануться Вообще дураки, что ли? Кто ж так делает? Я в пизде Запах серый, ёб твою мать Ебать Домой, бегу домой Пока могу, бегу домой Сейчас выйдем из дома Будем отстреливаться Так Нам надо Защищать наш дом Так Во, вот это вот другое дело Нихуя У меня сейчас отхил будет Поехали Поехали поговорим А че так хуй по нему попадешь? Сука Заебали отбегать Пришли мне тут пороха Наставляли ебануться Дураки, что ли? Так, ну урон, собственно говоря Прошел небольшой Масса костей у меня будет Через 4 минуты Ну я, конечно Таких нападений не ожидал Вообще Вообще ни в какую не ожидал Вот, будет теперь ходить Собирать эти ядра Плохо я отразил Нападение Кто ж знал Меня вот так вот Просто взяли и Замочили К сожалению Бывает Зато у меня ядра Появились побольше Это хорошо Так, я хотел до этого Все тут дерево срубить Просто мне, чтобы до туда дойти Желательно портал поставить Так будет Ну, побезопасней, что ли Что со всех такая, что ли Падает Ну, давай я эту срублю Вот съел пирог Теперь от Хилта Нормальный приехал А так Фигня какая-то Да иди ты в жопу Не видишь я делами Занят влажными Че ржешь Нифига ржать О, козел живучий Ну что ж Я поставил там портал Думаю мы готовы Сходить и проверить Это место В принципе Мне показалось Это довольно сложным Но я сейчас Попытаюсь Добыть что-то оттуда По-моему даже На Вики писали Совет эту лужу Слить, чтобы с нее Как можно больше Ресурсов собрать Но мы сейчас попробуем Просто ее отвоевать Так, здесь у нас Получается этот домик Чуть дальше У нас там уже Лужа Давайте Так сказать Подходить Едим морожку Едим пирожок Едим колбасу Кабана мочим Потому что Че он выпендривается Так И сейчас будем Активировать Способность Массы костей Может быть У нас тогда будет Чуть поменьше По нам урона Прилетать Я в основном Надеюсь на это Так Она где-то там была Судя по моему Рассмотрению Где-то там Она была Ё-моя Ты Откуда здесь Ладно Пока Держим Ага Вон она Это Лужа Ну что же Давайте С Богом Попробуем Хоть что-то Принять Так Вот этого Козла Убьем А то он Выделывается Много Не понял Так Ну давайте С Богом Если честно Мне страшно И мне Причем Реально Страшно Оно Кстати Имеет Радиус Реагирования Зараза Иди сюда У меня Время Идет Довольно Большой Вот она Уже Кстати Вылезла Оттуда За камень Давайте Попробуем Ух Ебать Оно Сюда Ползет Еба Так Ладно Оно Может Умирать Опа Красиво Финальный Во Деготь Это Лужи Дегтя Вот у нас Открылись Новые Строения Буду Обшивать Крышу Так Давай Опа Ебать Да это Кстати Было Реально Больно Без Массы Костей То Оно Еще И Яд Накладывает Давай Не забываем Собирать Деготь Так Ну В принципе Понял Как с этой Штукой Воевать Поросоль Ее зовут Так Пока Хорошо И Вот Собственно Это Вот Это Вот Лужа Нам Надо Будет Ее Сейчас Осушать Если Это Правильно Сказать Ай 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 Это Было Было Очень Больно Если Бы Не Мой Бонус А как Это Отсюда Поднять Ага Типа Нельзя Ну Смотрите Что Предлагали Люди Люди Предлагали Всю Эту Штуку Осушать Куда То Сливать И В принципе Не Вижу Ничего Сложного Ай Ай Ебать Что Происходит Главное Чтоб Никакая Какашка Сейчас Оттуда Не вылезла То Что Она Убьет Смотри Сейчас Вот Так Вот Как То Делаем Потому Что Пока Она Находится Все Делает В Дегте Мы Ничего Оттуда С вами Не Вынем Тяжелый Тяжелый Стол Круглый Стол И И По Моему Это Все Вот Еще Сундук Из Черного Металла Появляется Это Наверное Большой Сундук И Это Очень Хорошо Нам Нужно Чтоб Это Все Дело Ушло Как Можно Поглубже Отсюда Это Это Кстати Разбивается Да Ломки Костей Получается Нет Сначала Было Стремно Это Отвоевать Вот Я Боюсь То Что Сейчас Отсюда Что Небудь Веселое Вылезет Это Будет Неклассно Вот Короче Такие Лужи Находятся И Вы Будете Их Искать В принципе Чтобы Ролик Был Подкороче Я могу Это Все Вырезать Я Этим Тут Занимаюсь Ну Смотрите В чем Суть Сейчас Я Осушаю Все Это И Потом Все Что Здесь Осталось Я Забираю Вот В чем Суть Ладно Дорогие Друзья Подписывайтесь На канал Не забывайте Ставить Ставить Лайки Пишите Свои Комментарии Всем Удачи И Всем Пока Друзья Спасибо За Просмотр